У нас в гостях человек, с которым мы поговорим о визите Виктора Фёдоровича в США. Политолог Владимир Фисянко. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Спасибо, что нашли время заглянуть к нам на передачу. Скажите, вам случайно неизвестно, как на заявление Януковича об обогащённом Иране отреагировал сам Иран? Я не знаю, как отреагировал Иран, но я думаю, в Америке не удивились. Потому что у них на уровне подсознания слова «Уран» и «Иран» тоже путаются. И это вызывает большую головную боль. Может быть, это передалось и Виктору Януковичу. Там ещё «Экран», «Тиран» может быть. Но тут всё-таки «Уран» и «Иран» тесно связаны, поскольку Америка уже как минимум 2-3 последних года не знает, что делать с ядерной проблемой Ирана. Но я же говорю, что Янукович от этого далёк. Но, видимо, что-то ему передалось там в Нью-Йорке. Ладно, бог с ним. А вот скажите, вообще, почему так случилось, что, во-первых, отведено на встречу было 30 секунд. И, ну, я понимаю, там где-то 20 секунд фотографии, а потом, ну, как можно успеть что-то обговорить, доложить? Главное – доложить. Ведь все мы люди, и президенты тоже. Конечно. Да, и сфотографироваться с Обамой для истории – это что же приятно? Почему бы это не сделать? А скажите, во сколько приблизительно обходится один вот подобный перелёт президента, чтобы, ну, понимать, во сколько влетели украинские налогоплательщики за… Ну, понимаете, если сравнивать вот это короткое время общения с президентом, ну, явно хотелось что-то больше обсудить, стоило оно того? Я вам скажу, что сам по себе полёт за океан – это ведь, ну, что такое генеральный ассамблеон? Вот есть такой роман, что это ярмарка от тщеславия. Это единственное место в мире, где раз в год собираются все начальники разных стран мира. И потусоваться в этой компании – это дорогого стоит. А вот по вашему профессиональному мнению, когда же к нашему президенту будет выстраиваться очередь, чтобы сфотографироваться? Ну, я думаю, что… Я слышу, ты говоришь, о-о-о, доживём! Люди просто не знают всего. Я думаю, что очередь желающих сфотографироваться с президентом большая. Просто это очередь наших людей, людей, которые имеют большие вклады, скорее, не в наших банках, а в банках зарубежных, и которые имеют большие активы в Украине. Вот из этих людей очередь желающих сфотографироваться с Януковичем очень большая. А вот из-за лидеров ныне здравствующих стран, когда это… Возможно, что это произойдёт? Ну, кто его знает? Действительно. Ну, насколько я знаю, отношения к Виктору Фёдоровичу разные, так мягко говоря. Но, тем не менее, я думаю, что кто-то, может быть, в будущем от такой возможности не откажется. Друзья, спасибо. У нас гостям был политолог Владимир Фисенко. Спасибо вам. Спасибо вам.